Привет, ютуберские! Настроение получше, наверное, после сегодняшней победы Локомотива над Зенитом. Получше, чем на прошлой неделе, когда проиграли Оренбургу, получше, чем когда по пенальти уступили Уралу. Сегодня Локомотив сумел показать то, что все-таки, все-таки мы в игре, мы готовы бороться за самые высокие места. Для того, чтобы бороться за самые высокие места, нужно обыгрывать самых сильных соперников. Это логично. И сегодня Локомотив показал, что может играть с Зенитом, во-первых, на равных. То есть это была игра с равными возможностями. Не сказать, что Зенит нас как-то сильно придавил и создавал момент за моментами, а мы просто каких-то два дурака забили. Нет, это было не так серьезных моментов у Зенита, кроме того, что он забил, ну, наверное, вспоминается еще один. А Локомотив, во-первых, сам забил два, и вспоминается еще один супер момент Баринова в концовке первого тайма, когда тоже можно было забивать, сравнивать счет. Перед этим матчем на бусте я написал достаточно большой пост о том, что нужно сделать Локомотиву для того, чтобы победить Зенит. Меня часто об этом спрашивали на трансляциях. Ну, и я решил подготовить пост для того, чтобы самому так немножечко систематизировать свое мнение по этому матчу. И это не гарантировало, разумеется, это не гарантировало никоим образом победы Локомотиву. Но если мы хотели победить в этом матче, то вот эти пункты нужно было исполнить обязательно. Пункт номер один заключался в том, что Локомотив должен был играть большим количеством игроков ниже линии мяча. Зенит в этом году, в этом сезоне довольно много матчей провел с большими проблемами, из-за того, что против них соперники играли именно вот очень низким блоком обороны. Там, где раньше, наверное, Е. Малком мог в одиночку или в паре с Клаудиньо проходить вот эти вот эшелонированные редуты или просто дальним ударом что-то забить. В этом сезоне у Зенита этого не получается. Да, у них там есть Кассиера, который может на втором этаже выиграть единоборство. Да, у них там есть все тот же Вендал, все тот же Клаудиньо. Но что-то из их игры пропало. Они пытаются встроить игру с Марио Фернандесом на правом фланге, на которого они активно навешивают. Но, по большому счету, это не очень работает. Когда Зенит играет в контратакующей манере, например, вот против Рубина, Рубин решил против них играть высоким прейсингом. И оказалось то, что спокойно совершенно Зенит перебегивает Мартыновича, Грицаенко, Вуичича. А когда они играют, там, не знаю, против линии обороны очень глубокой, как это было с Динамо, как это было с ЦСКА, они теряются. Они доходят до штрафной, они, может быть, даже заходят в штрафную. Но как доставить мяч в сетку ворот, они не очень знают, у них это не очень получается. Я не смотрел статистику по этому матчу, но уверен, что большого количества ударов из предела в штрафной у Зенита в этом матче не было. Но это и чисто зрительно было видно, что не получается у Зенита нормально зайти в штрафную, так, чтобы спокойно уже замыкать и забивать голы. Это часть первая. С ней локомотив справился. Я очень боялся, что мы попробуем сейчас играть в какой-то высокий прессинг, попробуем забегать за спину крайними защитниками. Потому что в схеме, когда играешь против схемы с тремя центральными защитниками, очень важно, чтобы твои крайние защитники поднимались высоко и забегали за спину латералем соперника. Но против Зенита это не должно работать. Это плохо работает, потому что у них вот эта вот гибридная схема, где Марио Фернандес вроде бы бежит вперед. Казалось бы, он латеральный, но он бежит вперед, а его страхует Караваев, и схема трансформируется в уже какие-то там 4-3-3 или еще что похуже. И Галактенов это исполнил. Я не знаю, может быть, тренировали это, может быть, по наитию сама команда так решила играть понадежнее сзади. Но по факту, да, Локомотив в обороне перестраивался на 4-4-2. Один Дзюба оставался еще где-то в центральном круге под выносы мяча. Если там Локомотив перехватывает мяч, ему нужно побыстрее мяч доставить в атаку, то Дзюба где-то в центральном круге караулил. А второй наш нападающий, когда мы оборонялись, это Антон Брончук. Даже он уходил вниз и тоже активно помогал напрягать центральных защитников Зенита, которые постоянно ходят в атаку. Ставим галочку, здесь Локомотив молодец. Второй момент, который нужно было исполнить Локомотиву, это концентрация, концентрация, еще раз концентрация на протяжении всех 90 минут. На самом деле даже больше с дополнительным временем. Без концентрации Зенит не обыграет. Зенит команда, которая находит постоянно коридоры, постоянно тебя вскрывает, постоянно нагружает линию обороны. Она умеет это делать, как никто в нашем чемпионате. Даже Краснодар уже разучился так играть. Спартак просто играет в давление. Динамо играет в контратакующий очень быстрый футбол. А Зенит именно в позиционной атаке умеет постоянно вскрывать оборону вот этими вертикальными передачами между линиями. Поэтому нужно было постоянно сохранять максимальную концентрацию для того, чтобы где надо сместиться, где надо подстраховать, где надо выйти на игрока с мячом, для того, чтобы не дать ему эту передачу сделать. И с этим тоже Локомотив до поры до времени справлялся. Были периоды проседания. Они были связаны скорее с физической усталостью игроков Локомотива. Например, в середине второго тайма, когда минут 5-10 перед заменой Карпукаса было очевидно, что Артем подустал. Он провел потрясающий матч, потрясающие 70 минут. Но он подустал и, соответственно, мяч по нашей половине поля начал ходить с гораздо большей свободой для игроков Зенита. А им это и надо. Чем больше свободы, тем проще играть Зениту. Но Галактионов сделал замены, Галактионов поставил Мородишвили, Галактионов заменил Дзюбу, когда это тоже было надо, потому что Дзюба в определенный момент просто перестал за мячи цепляться. И для Зенита стало проще собирать эти мячи и ходить на нашу половину поля. Но он заменил Дзюбу на Сулейманова. Он освежил края атаки. Вместо Пеняева выпустил Самошникова. Вместо Антона Мирничука выпустил Максима Глушенкова. И в целом мы этот атакующий порыв, где-то 10 минутку Зенита, мы ее прервали. Ну а кроме этого, совершенно феноменальный матч провели два игрока в обороне. Это Александр Сельянов. Потрясающий матч. Безусловно, один из творцов сегодняшней победы. Очень много мячей он нам собрал. Очень много мячей он отнял. Верховые единоборства выигрывал где надо. Страховал. Просто прекраснейший матч Александра Сельянова. В очередной раз удивляюсь тому, как на левом фланге Александр Сельянов себя чувствует гораздо комфортнее, гораздо лучше, чем когда он играет на правом. Ну и второй человек это Лукас Фасон. Тоже безумно фантастический матч по качеству своей игры провел. Где надо. Лукас Фасона выдвигался на чужую половину поля, играл в прием, не давал там Вендулу мяч получать. Где надо, там цеплял мяч головой, когда шла закидушка ему за спину. Ни разу никого себе за спину не пустил, ни разу никого один в один никому ничего не проиграл. Прострелы перехватывал. В единоборствах чувствовал себя как рыба в воде. Ну и плюс к этому, разумеется, от Лукаса Фасона мы ждем передач в атаку. И это тоже все у Фасона было сегодня. Ну просто матч без ошибок провел. При том, что это матч против Зенита, который как раз заставляет ошибаться. Вот, например, Евгения Морозова. Зенит сегодня заставил ошибаться. Два раза Морозов ошибся. Один раз, когда противодействовал Кассиере, проиграл ему позицию. Второй раз тоже Кассиере, но уже на фланге. Неуклюже попытался мяч выбить. А Кассиера этот мяч протолкнул мимо Морозова. Молодой защитник, безошибочно не играет никто. Но, опять же, да, вспоминая начало сезона, вспоминая, как играл Локомотив в обороне по началу сезона, две помарки в матче с Зенитом на выезде не выглядят как что-то невероятно страшное. Прекрасная игра. Я не назвал Нинахова. У Нинахова тоже не было сегодня каких-то ярких ошибок. Но Сельянов просто был ярче и участвовал в большем количестве эпизодов. Хотя Нинахов тоже огромный-огромный молодец. Вот. Концентрацию держали. В чем была проблема? Это пункт 3. Пункт 3 у меня гласил, что для того, чтобы побеждать Зенит на выезде, тебе нужно играть с 150% самоотдачей. То есть тебе даже просто 100% тебе не хватит для того, чтобы обыграть Зенит на выезде. И вот что мне показалось немножечко странно в первом тайме, это то, как Локомотив не добегал до некоторых эпизодов. То есть вот, например, тот же Найр Текнизян, который блестяще себя проявил в атаке во втором тайме, в первом тайме, во-первых, не был так сильно заметен в атакующих действиях, хотя должен был. А во-вторых, в обороне прям, ну, очень видно было, что он не добегает до своих игроков, что он не накрыл подачу Караваева. Когда Караваев навесил на Кассиеру, ну, Текнизян обязан был сыграть в Караваева, плотно в Караваева сыграть, чтобы Караваев боялся сделать эту передачу. Этого не было сделано, Текнизян просто, ну, обозначил, там, поднял ногу, но он поднял ногу метров в семи, наверное, от Караваева. Но Караваев даже не заметил, что там есть какой-то Текнизян и спокойно навесил на Кассиеру. Ну, так играть нельзя. И в первом тайме, к сожалению, было видно, что, ну, Локомотив не вступает в те единоборства, которые бы вообще должен был вступать. Где-то всунуть ногу, да, это было болезненно, да, это может быть с нарушением правил, но нужно это делать, нужно это играть плотно, играть корпус-корпус, играть с нарушением. И, конечно, некоторые это делали, да, там, того же Фасона, того же Морозова, того же Нинахова, ну, невозможно обвинить в том, что они играли без желания. Бара, как обычный, Карпукас, тоже феноменальный матч провел Антон Миранчук, очень классно в атаке выделялся. Да, ну, например, тот же Дзюба, ну, как-то не ахти в единоборство вступал. Тот же Пеняев, ну, да, у него там было несколько хороших действий, но в целом, как-то, опять же, я видел и более агрессивного Пеняева. И в некоторых эпизодах просто, ну, как будто бы пытаемся, не знаю, на классе, на спокойствии обыграть Зенит. И спокойствие, это, конечно, очень важно, но зачастую, ну, этого желания в первом тайме не хватало. Еще раз говорю, да, 100% против Зенита мало. Для того, чтобы обыграть Зенит, для того, чтобы противодействовать Зениту, нужно показывать 150% своих возможностей. И вот во втором тайме уже почувствовалось то, что Локомотив немножечко подзавелся, почувствовалось то, что на фоне усталости они начали вытаскивать из себя дополнительные силы. И, ну, вот мне, например, очень сильно хотелось замены Технезиана где-то минуте на 60-70-е, потому что, опять же, вот началась вот эта вот пустота на нашей половине поля. Карпукас мимо себя мечи пропускал, и Технезиан мимо себя мечи пропускал, и не добегал до необходимых зон на своем фланге для того, чтобы закрывать передачи. И в том числе оттуда там две, по-моему, подачи, очень хорошие прострелы, пошли в сторону наших ворот. Мне хотелось, чтобы Технезиана заменили, поставили, там, не знаю, Митая, или Самошникова, или еще кого-нибудь, Рапчинского, например. На левый фланг атаки. Галактенов этого не сделал, но уже минут через 5-10 Технезиан снова забегал. Причем он забегал в атаке, что для команды было очень важно. Для команды было очень нужно, чтобы Технезиан, ну, или просто кто-нибудь, начал получать мечи вперед и помогать Максиму Глушенкову, вышедшему вместо Антона Миранчука. Это на себя взял, наверное, Технезиан, и они с Максимом Глушенковым начали организовывать атаки, и в том числе организовали первый гол Глушенков на Технезиана, Технезиан на Глушенкова, удар по воротам, гол. Ну и организовали второй гол уже на 92-й минуте, когда Сулейманов поборолся за мяч, Глушенков его подхватил, перекинул мяч через Киршакова, и на дальней штанге Технезиан добежал и забил. Вот, если бы Технезиан, да, не хотел и играл, там, не знаю, на 100% своих возможностей, то он, наверное, бы на 92-й минуте не побежал к воротам Зенита, а постарался бы понадежнее сыграть сзади. Но Технезиан не был бы Технезианом, если бы он не побежал к чужим воротам на последних минутах, и за это мы его очень сильно любим и очень сильно благодарим. Так что во втором тайме, наверное, опять же на фоне усталости, Локомотив понял, что либо мы сейчас начинаем играть через не могу, через не хочу, либо мы этот матч проигрываем. И если вы помните, то предыдущие матчи против Зенита, они же очень часто заканчивались на том, что Локомотив пропускал, Локомотив уставал, и больше уже Локомотива на поле видно не было, уже только Зенит солировал, забивал голы на любой вкус, и мы отсказали. Закакивали 1-6, 1-4 и другие похожие матчи. Так что добавив в этом компоненте, Локомотив, собственно, и смог переломить ход игры. Я очень доволен, меня единственная мысль гложет по этой игре, и, к сожалению, ну, наверное, от нее теперь уже никуда не деться, это то, зачем нужны были эксперименты Галактионова, если Локомотив вот этим составом довольно понятным, довольно логичным, довольно банальным, про пару фасон-морозов я вам рассказывал с первого тура, даже с межсезонья, и в прошлом сезоне я вам уши прожужжал про Женю Морозова и про то, как вернется фасон, и все станет хорошо. Зачем нужно было вот эти вот эксперименты, когда мы первый тур сыграли фасон-морозов, а следующие там четыре сыграли погоснов-кузьмечев или там фасон-кузьмечев, или еще какие-то вариации. Ну и, конечно, зачем нужны были эти эксперименты в матче с Оренбургом, если бы, если бы Локомотив обыграл Оренбург, это было очень реально, это было очень возможно. Мы бы сейчас делили первое место, да, там до, я записываю этот ролик на стриме, и я еще не знаю, как сыграет Краснодар, у них пока 0-0, но все равно это было бы, там, дележка первого места или отставание от Краснодара на одно или на три очка, это было бы очень близко, и ни один скептик не мог бы сказать, что Локомотив играет плохо, что у Локомотива мало очков, и что там Галактенова надо менять, как это очень много кто говорит. Зачем нужно было проигрывать Оренбургу, зачем нужны были эти эксперименты, у Локомотива сейчас вполне могло быть там на четыре, на пять очков больше, чем мы имеем. Это очень обидно, и это очень грустно, но, но, та же самая мысль, что после матча с Ураном. У Локомотива теперь есть система игры, система игры, которая будет позволять Локомотиву набирать очки, потому что, когда у тебя есть фасон, когда у тебя есть морозы, когда у тебя уже более-менее устаканившаяся линия обороны, которую не меняет, к счастью, Галактионов от матча к матчу, ты просто банально за счет этой обороны, и за счет того, что у тебя сильно индивидуально футболисты впереди, ты будешь набирать эти очки. Да, где-то одно, но где-то три. А, как мы знаем, одно очко движение вперед, три очка это очень быстрое движение вперед, и, соответственно, таким образом Локомотив будет мчаться к довольно хорошим местам. Этот матч добавил очень много оптимизма, надеюсь, что теперь будет чуть меньше проблем с Париенен, чуть меньше проблем с Ростовом на выезде, опять же, потому что Локомотив теперь будет знать, что он умеет играть в футбол, что любые матчи ему подвластны. Галактионов еще немножечко узнал про команду, что да, оказывается, вот этим сочетанием футболистов действительно можно играть в футбол даже против Зенита, даже против сильнейших команд, и не надо никаких экспериментов. Все, поздравляю вас всех с победой, это было очень важно, и это было очень нужно. Больше, по большому счету, рассказать про этот матч не было, Локомотив просто большие молодцы, мужики, и Максиму Глушенкову, Наиру Текнезиану, Лукасу Фасону, Артему Крупукасу, Александру Сильянову, ну, всем, на самом деле, футболистам мое большое спасибо, очень хотелось эту победу, вообще мало очень в нее верилось, но очень-очень сильно ее хотелось, и сегодня футболисты Локомотива подарили нам праздник, ради которого мы смотрим футбол.